здравствуйте всем привет привет добрый вечер добрый добрый вечер хорошо что начало эфира надо видеть настя светлана надя оля ой я вас рада очень видеть приветствую девушки приветствую волшебницы мои очень рада вас видеть кто где сейчас находится можете вы мне сказать пожалуйста я как бы знаю но все равно будет интересно арина да приветствую вас но это британские острова надя только швейцарии до добрый вечер надо рада вас видеть всем привет приветствую и немножечко сейчас расскажу и о астрологическом скажем астрологической погоде что происходит сейчас в мире планета через какие проходит наше состояние хутор кубанский белореченского района мы с вами земляки светлана я нахожусь сейчас мостовском районе очень рада полезно спрашивать кто где находится да напишите пожалуйста кто где сейчас находится всем привет привет приветствую вас ну давайте начнем давайте начнем я расскажу сейчас о том что происходит на небе какая погода что можно ожидать и потом почитаю ваши комментарии а пока напишите где вы сейчас мне очень интересно узнать намасте маша намасте кто где находится кристина уже вернулась дублин и очень рада была в литве у себя дома знаете соцсети это прекрасное дело это замечательное дело возможность конечно общаться с друзьями быть знать участвовать это конечно здорово ну что же сегодня 14 сентября через неделю я вас приглашаю на круг силы где мы с вами по волшебничаем и осознанно сотворим свой предстоящий год а если точнее то лето 7530 лет а и об этом тоже я сегодня расскажу немножко хотя у меня будет еще эфиры которые будут посвящены теме коляды дара будет очень интересно узнать вам побольше о том календаре и какая мудрость была заложена в календаре который до сих пор церковный календарь наш славянский календарь и между церковно-славянский он идет как раз таки потому древнему календарю и очень много интересного разумного в этом есть я об этом сделаю отдельный эфир ну а пока шотландия а швейцария извините надя надя швейцарии находится в дублине светлана юля где ты сейчас юля ответь пожалуйста мне очень интересно узнать вот я даже землячку нашла светлана очень приятно я сейчас нахожусь давайте скажу где я нахожусь краснодарский край мостовской район это предгорья кавказа и такая прекрасная станица где живет где много семей сюда приезжают молодые люди из самых разных городов большие семьи с детишками очень интересное здесь у нас с вами поселение а наташа с воронежа очень приятно очень интересные здесь люди во первых это место силы дольмены вот если вы посмотрите мой пост на страничке wise travel то вы увидите что здесь я совсем недавно нашла даже останки то есть позвонок и и зуб динозавра на самом деле здесь конечно места вообще восхитительные и место силы такое а юля на кипре находится очень приятно хорошо хорошо сегодня 14 сентября планета юпитер возвращается в созвездие козерога туда где сейчас находится сатурн и сатурн будет находиться в этом положении да именно в козероге до лета 2022 года еще где-то месяцев 10 примерно а юпитер почему он возвращается потому что вот это движение юпитера козерог потом он переходил водолей потом он опять двигался в козерог был по пятна и движение у него ретроградное и вот сейчас вот он возвращается в козерог что это значит для юпитера это не лучшее место совершенно неудобное для него место расположение и тем более соседство с сатурном сатурн это планета строгости справедливости порядка четкости пунктуальности истинной правды вот сатурн и можете представить образ сатурна это медлительные суховатый мужчина даже дедулечка вот так вот скажем а юпитер это мужчина возрасте таком где-то лет сорок пятьдесят он наполнен сил он он оптимист это мудрец это благодеятель и конечно же не комфортно но что же это значит если вы вспомните до 6 апреля юпитер как раз находился в козероге то есть примерно по своей жизни по своим событиям вы можете вспомнить и посмотреть что можно ожидать ну конечно же это будет некая структура это будет опять некая некая перестройка всегда юпитер приносит нам с вами удачу всегда даже если это идут какие-то уроки то все равно в итоге мы понимаем что все случается во благо покажу еще своего котика который вот тоже тоже он с нами в прямом эфире и мы с вами приближаемся к осеннему равноденствию вот о чем я хочу поговорить и рассмотреть праздник осеннего равноденствия с точки зрения и кельтской культуры потому что я более 20 лет с 99 года 22 года можно сказать что я живу в ирландии хотя уже полтора года была в индии и сейчас в данное время нахожусь в россии кельтская культура мы рассмотрим с вами этот праздник который называется мобом то есть день осеннего равноденствия славянской культуре это день называется по-разному это где-то осенины где-то овсений где-то день богач где-то называется этот праздник рада гость то есть зависимости опять от мы же с вами славяне там от одного океана до второго океана кстати кельта это тоже западные славяне это тоже славянский народ род скажем то есть народ народ объединение родов это народ и вот такие вот традиции кельтские и славянскими сейчас с вами посмотрим и найдем оказывается еще и общий корень как раз таки вот изучением кельтской традиции я занята или наверное как только приехала в ирландию и была поглощена и дольменами и мингирами ну мингиры это вертикальные такие столбы каменные дольмены это сооружения каменные мегалитические сооружения о которых я кстати у меня был прямой эфир посмотрите пожалуйста у меня на страничке моей основной виктодорова не обязательно в комментариях напишу посмотрите у меня был эфир который называется о чем молчат дольмены я вам рекомендую кому интересно узнать вот эту мудрость так вот период осеннего равноденствия является одним одним из восьми солнечных праздников существует четыре самых крупных больших праздника вы можете уже догадаться какие ей почему мы с вами говорим именно о солнце вот почему я говорю о солнечных праздниках и мы сейчас вами как раз и поймем почему в одних в одной традиции отмечается скажем так в другой традиции по-другому то есть здесь тоже есть конечно же интересные моменты ну давайте если мы рассмотрим с вами именно древнюю традицию славянскую кельтскую арийскую скандинавскую традицию там германские традиции германские тоже можно назвать кельтские традиции в принципе скифские традиции то в древние времена существовало восемь основных праздников именно солнечных почему потому что древние традиции были основаны на природных циклах ну какая у нас главенствующая стихия это солнце поэтому солнце есть источник жизни для того чтобы общаться с создателем с творцом мы можем с ним общаться напрямую не обязательно через посредников это все зависит конечно же от желания человека и от культурных традиций где вы живете это тоже конечно же вот мы сейчас посмотрим почему например в других вот сейчас современности идет отсчет праздников немножко по-другому думаю вам интересно будет это узнать если интересно пишите потому что сейчас во многих традициях идет отсчет праздников берется за основу солнечные даты и приравниваются лунные циклы то есть включается энергия луны об этом тоже поговорим интересно может быть вы можете предположить почему энергия луны до включается для чего солнечная дата их восемь дат и плюс добавляется новолуние или полнолуние что вы скажете мне интересно почитать восемь основных дат вот этот называется колесо жизни кельтское колесо и восемь праздников вот самый верхний если вы видите пирса юль и юль это рождество это коляда по нашему коляда кстати смотрите что интересно юл юл или они говорят йоль скажите пожалуйста откликается ли слово йоль йол с чем-нибудь нашим традиционным известным словом пожалуйста подумайте мне очень интересно напишите в комментариях а я вам потом расскажу почему праздник йол йоль именно так вот и называется да мне интересно йол с чем созвучно напишите пожалуйста мне интересно догадаться это опять-таки это день рождества праздник рождества зима праздник йол или йоль я жду ваших комментариев пожалуйста да ваши догадки и это все очень созвучно с нашим словом ёлка правильно светлана ёлочка все верно замечательно так смотрите почему этот праздник и в чем заключается символизм и мудрость праздника йоль у кельтов здесь есть сейчас присутствует мои тоже ирландские друзья возможно в британии тоже есть такой обряд обряд ритуал вспоминайте елка ну конечно же мы украшаем елку только сейчас мы елку срубаем и заносим домой традиционной елки не срубали не надо было их как бы умерщвлять когда я елочка растет тут у меня тоже я посадила елочка она уже почти моего роста я уже наряжу ее когда здесь буду на коляду конечно же вот то есть елки украшали украшали и яблоками украшали и самыми разными загадывали желание и вешали ленточки елки украшали шарами то есть это был на самом деле целый ритуал и украшали смотрите тоже это прям не надо отдельный фильм сделать как правильно украсить елку потому что это ритуал объединение семьи вы представляете то есть елка украшает вся семья интересно ли вам это если вот интересно такие знаете бытовые как бы бытовые простые ритуалы вот как украсить елку так чтобы это было объединение семьи чтобы елка была украшена определенным образом определенными игрушками и на разном уровне потому что у нас вся жизнь трехслойная трехглавное есть мир нижний мир средний и мир верхний верхнем мире должна стоять или украшать елку звезда обязательно восьмиконечная звезда мы тоже с вами поговорим сейчас о восьмиконечной звезде ну что мне такой эфир приготовить к рождеству как объединить семью ритуалом украшения елки давайте смотрим дальше елка то есть у нас рождество получается есть еще один такой прекрасный ритуал вообще вся мудрость коляды или рождества она знаете к чему сводилась к возжиганию огня именно полено полено ее от елки брали полено каждый шел в деревне каждый шел на праздник рождества возжигания огня со своим поленом скажем так и тушились тоже тушился весь огонь во всем селении то есть наступала темнота возжигался огонь празднование это было все конечно же с ярко празднично весело с танцами с хороводами и вот такие вот празднества возжигался огонь уже люди возвращались с этим поленом к себе домой и возжигали новый свежий огонь в своих очагах вот но это я немножечко рассказала вам о коляде почему потому что следующий праздник большой один из четырех праздников это будет коляда или день рождения солнца а сейчас мы с вами приближаемся к осеннему равноденствию давайте тоже об этом поговорим осеннее равноденствие вот здесь вот пишется как раз такой дубовый листочек мабон это у кельтов называется мабон чем же характеризуется этот период а период у нас астрономически характеризуется тем что день и ночь равны то есть это баланс энергий баланс мужской созидательной силы женской познавательной силы это мировая гармония или планетарная гармония на планете земля эту энергию очень хорошо использовать то есть делать осознанно подойти к этому празднику вот что именно сделать мне тоже с вами поговорю каким образом это празднуют и во многих культура в том числе и ведическо индийской традиции тоже есть общий корень вот этого дня осеннего равноденствия в чем он выражается давайте до того как я скажу в чем он выражается немножечко отвечу все-таки на вопрос по поводу лунных энергий ну у меня прям как лекция получается да то есть изначально это было люди жили в природных циклах солнце это главенствующая стихия и уже далее через время смена цивилизации произошла смена культурных традиций мы с вами живем время когда сейчас тоже это происходит и и появились религии религии это всегда посредники между человеком и самим творцом религии используют лунные энергии потому что луна это есть отражающий огонь это не источник огня источник огня солнце это главная стихия луна это посредник и и в религии сейчас в основном но все основные религии они используют лунный календарь если братья индийскую традицию смотрите 20 числа прям запишите запомните эти важные даты 20 сентября полнолуние по в индийской ведической традиции скажем в джиотиш я являюсь астрологом древнеиндийской астрологии джиотиш поэтому я вам говорю по сидерическому гороскопу это не относится к западной астрологии там есть небольшие расхождения так вот 20 числа полнолуние наступает полнолуние это день наибольшей психической силы это время когда женщины расцветают в этот день тоже нужно осознанно относиться к тому что вы делаете чем вы занимаетесь вот это полнолуние 20 числа она приближена к самому дню равноденствия и в этом году день полнолуние сочетается с днем новолетия с днем древнего славянского изначального праздника семь тысяч пятьсот тридцатая лето лесного орла наступает шесть часов вечера то есть шести вечера и вот до двадцать первого числа это первый день месяца рамхат об этом я интересно ли вам узнать о калиде даре от той мудрости которая заложена в древнем календаре пожалуйста плюсики поставьте мне я посмотрю по количеству плюсиков насколько это актуально вообще интересная вам тема в калиде даре можно узнать о своем покровителе можно узнать свою породу дерева можно узнать свою руну свою стихию это очень глубокая тема и я думаю что я могла бы уделить скажем один эфир вот этой теме потому что вы можете сами узнать вот эти вот важные такие моменты кто же ваш покровитель и даже тотемное животное представляете вот такая мудрость содержится в нашем калиде даре плюсики есть вам интересно хорошо оставьте плюсики мне мне правда хочется узнать насколько это вообще интересная тема потому что я могу просто говорить об этом это такая мудрость интересно хорошо светлана да мое дело вас вдохновить на исследование потому что как только вы вдохновитесь вам станет это интересно вы углубитесь и увидите что эта тема актуальна сейчас те древние знания они сейчас нужны они нам помогают найти найти себя во первых если вы знаете свою породу дерево у меня например это липа я на самом деле самого детства люблю липу моей дочке порода дерево груша когда мы сюда приезжали мою семью то она залазила на грушу и сидела не слазила с груши она вела там какие-то украшения не до сих пор висят уже лет десять наверно украшение на груши то есть понимаете интуитивно человека тянет к той породе дерево которая близка вот эти все знания были естественными и базовыми и это на самом деле можно это легко и интересно узнать хорошо плюсики есть да мне очень благодарю вас благодарю ну что же идем дальше так вот день осеннего равноденствия мировая гармония планетарная гармония что же в это время делали смотрите в день осеннего равноденствия прежде всего подводили итоги когда че считают цыплят какое время года считают цыплят конечно же по осени так вот по осени и считали цыплят урожай подводили бухгалтерские самые разные сметы то есть это было время когда начинали или уже в зависимости опять от того западные славяне или допустим сибиряки потому что в сибири 22 сентября это уже глубокая осень если брать ирландию кельтов или западных славян вот европейцы скандинавов то это еще не осень то это ну еще как бы можно надеяться на солнечные деньки поэтому сибири это было время завершения сельскохозяйственных работ подводили итоги и к 20 ко дню осеннего равноденствия а точнее это они это праздник назывался новолетие делали ритуалы благодарности и мы с вами я вас приглашаю 21 числа на круг силы приглашая и мужчин и женщин на этот раз я решила сделать общий круг чтобы было там мужская энергия тоже самое главное подвести итоги уходящему лету то есть прям подумать сесть это будет такое задание тем кто решит присоединиться к кругу силы подвести итоги определенным образом то есть я подскажу как можно грамотно подумать поблагодарить и на самом деле учесть что с вами случилось за вот это вот лето 7529 лето зеленого змея я думаю что она очень дает очень образно и мы теперь понимаем почему это было лето зеленого змея есть у вас догадки с чем это было связано и вот эти вот знания опять-таки это все наш календы да это вся мудрость есть мы сейчас приближаемся к лету лесного орла это свобода стихия воздуха лес лес это прекрасная стихия мудрость так вот подведение итогов дальше 21 числа во время нашего круга силы будет красивейший ритуал ритуал когда мы ну во первых мы сонастроимся откроем пространство так как это делать нужно грамотно правильно и откроем пространство завершим уходящее лето пригласим предков обязательно поминание предков потому что благодаря им и вот этой невидимой силе мы имеем с вами нашу мы имеем с вами и желание творить и возможность творить созидать жить по при согласно своему предназначению и далее будет самая красивая часть это это часть когда 108 раз будет звонить колокол но не вот этот колокольчик это будет другой колокол это будет тибетская чаша это такой период межвремения это волшебное время когда останавливается ход жизни тишина и вот в это время тишины мы с вами я сейчас не буду все рассказывать это будет на не интересно вот будут такие волшебные моменты которые на самом деле создав тишину в уме пространстве в душе вот эта тишина это будет перезагрузка это будет благодарность старому уходящему лету и это будет приветствие нового лета и хочу вас вдохновить на то что на самом деле наша с вами жизнь зависит от того что у нас находится в голове и вот эти моменты тишины и правильно построены волшебные ритуалы соответствие с приглашением трех энергий с освещением это все конечно же очень очень действенно этот ритуал я провожу ежегодно ну что мои дорогие еще вам сейчас покажу расскажу немножечко об истории этого праздника смотрите вот наш наш вы мы видим колесо года только славянская то есть кельтское мы с вами увидели вот коляда опять таки которая называется у кельтов йоль внизу купала ну вообще я бы конечно наоборот бы поставила то есть самое ну возможно так и правильно но просто чтобы объяснить что купала это солнце стоит в куполе понимаете купол купала праздник коляда это праздник рождения сверху нового младенца бога и вот эти дни леля и макош это есть как раз таки дни равноденствия леля это девушка молодая красивая это весна макош или макоша на украине говорят макоша маты макоша макоша это богиня судьбы это богиня урожая богиня земли это такая земля это знаете стихия материальная богатая стабильная вот это все макоша и между ними как мы видим еще есть мара велес перуны живо еще четыре праздника которые но которых я уже поговорю попозже потому что тип каждый из этих праздников они на самом деле они настолько интересные и вот смотрите восьмиконечная звезда ага здесь она не очень видна восьмиконечная звезда вот все знают так в чем смысл вот этой звезды она называется везде по-разному где-то называется алатырь звезда алатырь восемь восемь точек года а также восемь направлений смотрите четыре стороны света и четыре промежуточных то есть что мы с вами видим опять сочетание вот этот символ ну его знают как там скандинавская звезда этот символ вы найдете в вышивке и не только у славянских народов эту звезду вы найдете и в тибете и в индии и в ближнем востоке где вы еще видели такую звезду напишите пожалуйста мне очень интересно в каких странах потому что я вам могу рассказать что такую звезду я даже видела на вышивке мне подарили как бегунок дорожку вышивка это была с южной америки где вы встречали такие звезды в европе это конечно же рождественская звезда всем известная на самом деле это она не относится не только к рождеству но вот именно вифлеемская звезда как мы говорим 8 мифлеемская звезда восьмиконечная это вот она можно сказать она и есть на самом деле это символ символ боготворца один из символов это сердце аллатырь или око бога его тоже называют как око бога ну что дорогие мои где вы встречали такой знак каких в странах вот во время путешествий вспоминайте где я просто сейчас вспоминаю и вот прям могу сказать что в путешествиях в тибете я такое видела в индии такую звезду ну беларусь естественно европа везде в европе видела и говорю даже видела на ближнем востоке кто у нас откуда ну дорогие если вы вдруг еще вспомните то пожалуйста дайте мне знать потому что я исследую древние мировые культуры мне это очень интересно вот еще один смотрите какой красивый символ звезда которая заключена в солнце да такой солярный знак тоже учись и в латвии конечно же естественно знаете у меня есть обережный пояс который мне соткала женщина ведунья и я была как-то в лондоне на свое мероприятие это был круг женский круг в латвийском доме латышский дом так его называют на queen's way и я делала тоже была вот так вот одета как сейчас у меня пояс был мой вышитый и я шла куда-то мне женщина остановила и что-то стало со мной разговаривать на латышском языке а я говорю ой извините или на английском или на русском и на английском и сказал ой извините я я не пойду стандарт она удивилась женщина искренне удивилась а вы не латышка а у вас же пояс латышский мне на самом деле этот пояс сплела женщина ведунья которая живет в омске это сибирские староверы понимаете в чем дело то есть вот эти вот символы они принадлежат всему человечеству эти символы не космические они древние они изначальные почему я говорю космические потому что в наших сказках и в культуре если смотреть до христианскую культуру если вы бывать бы начнете изучать ведическую культуру индийскую то там космогония там рассказывают каких созвездий пришли сюда люди этот народ пришел с этого созвездия другой народ с другого созвездия это настолько широкая интересная тема эта тема намного шире чем человек произошел от обезьяны то есть хотя это тоже возможно я не отрицаю может быть кто-то на самом деле какие-то виды людей произошли от обезьяны может быть и так еще что я хочу вам показать в завершении ну вот еще вышивка смотрите восьмиконечная звезда то есть это и есть очень такой сильный замечательный обережный знак который несет гармонию заметили то что это мандала девушки которые со мной мандалами занимаются ну что видим да что это все мандала то есть это гармония мировое равновесие это цветочек это есть та геометрическая фигура которая симметрично своему центру и любая фигура такая мандала подобная как цветок или срез арбуза срез дыни срез огурца это все есть мандала и вот это есть такое равновесие ну что же давайте еще сейчас подведу немножко как бы итоги и буду рада ответить на ваши вопросы по поводу осеннего равноденствия ну самое главное для чего нам с вами нужно или можно праздновать осеннее равноденствие ну как бы для чего дело в том что если вы ощущаете себя как частью земли как части вот этого мироздания как важной частичкой одного огромного организма живого организма то вы понимаете насколько важно сонастраиваться с этим организмом если этот организм живет своих ритмах то и я могу сонастроиться с этими ритмами и тогда у мне будет больше силы больше здоровья больше радости я думаю вы понимаете что сейчас как вы думаете самый главный ресурс или самые важные ресурсы напишите что сейчас то что за деньги не купишь не продается как вы думаете мне интересно ваше мнение какие ресурсы наиболее важны вот сейчас так вот если вы осознаете что да я хочу жить в согласии с природой я частичка этой природы тогда нужно использовать вот эти вот четыре как минимум четыре точки года то есть летнее солнцестояние когда солнце в куполе зимнее солнцестояние солнышко ниже всего и далее весеннее осеннее равноденствие так вот эти равноденствия это особенно женское время потому что женщина это есть гармония это есть баланс то к чему мы с вами идем и стремимся душевное спокойствие татьяна написала ресурс это что очень-очень важно до душевное спокойствие то есть гармония все верно да татьяна добро какие еще ресурсы что еще очень ценное в то что не продается за деньги то что это это нарабатывается то что мы приобретаем в течение жизни что есть очень важное для нас добро благодарю светлана так вот если мы с вами за настраиваемся с природными циклами мы обретаем силу что же тогда делать на осеннее равноденствие ну прежде всего как любой праздник то есть я вас приглашаю уже 21 числа в круг силы и мужчин и женщин на красивый праздник на красивый ритуал это будет вечерний ритуал вот примерно в это время чуть чуть раньше мы с вами начнем конечно же нужно будет приготовить испечь блинчики испечь пирог что-то сделать своими руками если вы не можете испечь то кутью я думаю все знают как замочить пшеничку и можно прям вот ее испечь там орехи мед то есть сделать приготовить свое блюдо потому что ваша энергия вложенная вот в это блюдо мы поделимся частичкой этим блинчиком или вот этой кутьей мы поделимся с предками потому что на самые крупные важные даты праздники обязательно приглашают свой рот приглашают самые светлые души вашего рода если это все откликается я буду рада видеть вас на в 21 числа в кругу силы то есть обязательно пригла попрошу вас что-то приготовить своими руками дальше убрать дом это очень важно потому что знаете вы ли или не знаете но в эти солнечные даты в эти четыре вот крест на смотрите вертикали горизонталь в эти четыре дня так или иначе так как благодаря вот этим вселенским этим планетарным энергиям на землю спускается прям огромная благодать благодать поток энергии потому что но это так есть этот цикл это цикл равновесия и в это время открывается врата то есть врата между двумя мирами помните что это равновесие равноденствие ночь и день равны поэтому если у вас дом находится в порядке чисто углы вычищены нет вот этого хлама и старья то такие же души вашего рода могут прийти посетить вас если дома чисто придут соответственно светлые души вашего рода поэтому у нас на празднике выдраивали все углы чистили окна стирали занавеской чтобы было чисто чтобы на празднике наши души родичи которые приходят сюда чтобы они увидели успокоились и пришли самые светлые души а в наших родах поверьте много просветленных душ в каждом роду кто здесь присутствует смотрит меня вот сейчас на прямом эфире ну или в записи то я вас я вам точно могу сказать что раз вы здесь раз вы со мной и вас интересует эта тема есть светлые души которые ведут нас вас вперед осознанность наташа пишет единство любовь окружающая среда м а благодарю давайте я вам скажу еще более наверное прагматично какой самый важный ресурс зачем сейчас можно сказать все востребовано вот что востребовано вот даже сейчас смотрите у нас идет прямой эфир что вас интересует почему вы здесь что есть нечто такое что вас притягивает то есть вы тратите свое время на то чтобы вот что это за ресурс вот именно вот эти ресурсы опыт долина опыт тоже опыт энергия вот я согласна юлия благодарю опыт я бы сказала леночка знаешь как еще знания вот как я бы сказала познание да смотрите есть информация то что я сейчас вам говорю я вам передаю пока инфа ну собственные знания но для вас они информация когда вы к осеннему равноденствию начнете из делать вот некие вот эти вот ритуалы то есть действия для вас это уже станет знанием то есть информация поменяла изменила свою энергетическую основу информация ожила и она стала опытом или знанием информация да это это на самом деле большой очень энергоресурс и как мы уже поняли информация это в потенциале становится знание познание еще один ресурс который за деньги не купишь если скажем информацию можно приобрести за деньги допустим можно заплатить услышать информацию а вот знание не купишь знание это не собственным опытом нарабатываются да то и знание это это на больно и более еще больше дороже по цене есть энергия я вот согласна почему энергия энергию за деньги не купишь энергия зарабатывается ее нужно особенно мы сейчас понимаем если там до 25 лет ее много то потом энергию надо уже знать каким образом ее генерировать каким образом накапливать и вот именно в эти праздники энергии много на самой везде земля сама наполняет нас энергии поэтому важно знать каким образом вот эту энергию и время благодарю лена время вот именно сочетание с этими солнечными датами она дает человеку возможность жить согласие с энергией ресурсом времени энергии времени знания вот это вот все есть это все такое сочетание именно поэтому наши предки издавна вот эти четыре точки вообще 804 это были самые большие такие прям праздники когда праздновали все абсолютно и еще четыре вот этих промежуточных значит что мы с вами делаем в любом случае я вам очень рекомендую тем более если вы 21 числа будете присутствовать а я для тех кто запишется на уже в фейсбуке у меня есть объявление я сделаю объявление сейчас я уже его делаю записывайтесь для тех для семерых первых людей в подарок я подарю ритуал богач ритуал который мне передала наставница который вот эти ритуалы я их собираю коплю там оттуда что-то новое пришло и много людей очень рада своим наставникам которые передают мне эти знания и конечно же для того чтобы получить эти знания это нужно иметь большое желание большие ресурсы и материальные в том числе потому что это все стоит времени стоит энергии стоит жизни и я с радостью делюсь этим с вами так вот кто первый присоединиться ритуал он называется ритуал богач или поле чудес поле чудес прямом смысле я его выдам в подарок ну а так вы можно будет тоже я его оформлю красиво этот ритуал можно будет приобрести чтобы был энергообмен между между нами так вот значит мы с вами убираем дом готовимся подводим итоги далее сам день осеннего равноденствия или новолетия или вы можете это сделать даже в полноуние 20 числа в этот день приглашаете поминаете предков зажигайте свечки есть отдельный ритуал который мы совершим это будет полноценный ритуал если вы еще не знаете как это делается то есть вот у меня на алтаре например за моей спиной горят горят свечки то есть вы приглашаете зажигаете свечи и поминаете свой рот самые светлые души ну и дальше сотворение 12 месяцев то есть следующего следующего лета следующего такого вот периода года и конечно же благодарность и естественно в конце должна быть благодарность от после завершения ритуала это обязательно то есть обязательно мы с вами привлекаем три энергии три глав начала действия и завершения что еще хочу сказать что в ведической культуре как раз начала вот наше с вами общение с того что сейчас многие праздники видите как они отмечаются в разных культурах и несут один и тот же смысл так вот в индии с 21 числа то есть на убывающую луну с 21 сентября это две недели почитание по ним упоминания предков до новолуния которая есть не ошибаюсь 6 октября будет так вот видите как индийская традиция сочетается со славянской традиции на самом деле это природные циклы это точки отсчета солнце и добавляется уже лунная энергия то есть по луне так что в индии это большие такие вот это у них раз в году когда прям поминание предков на таком двухнедельный период то есть читаются делаются особые церемонии яги шратха называется то есть упоминается предки нашей культуре в славянской культуре каким образом это делалось то есть такая же скажем ягья то есть ягья это огненный огненный ритуал зажигается возжигается огонь и дальше в огонь кладутся пшеница но в индии рис специи в нашей культуре овес зерно то есть благодарность вот завершается год завершилось лето собран урожай и далее вот эти семена в огонь потому что огонь сжигает вот эта тонкая энергия найдет туда она была и вместе с благодарностью к предкам то считается что огонь это трансформатор огонь это та сила которая может ну скажем курьер которая может доставить энергию нашу энергию которую мы вкладываем вот в этот процесс это как раз таки есть благодарность которую получают наши предки и они конечно же энергию то есть они питаются энергией этой благодарностью не впитывает и благодарят нас еще больше то есть благодарность это первая черта это главная черта для получения любого благословения и почему еще делаю акцент потому что сейчас 14 сегодняшнего дня планета юпитер перешла уже в козерог в созвездии козерога где находится в падении то есть но падение это один из 12 знаков где планеты планете не комфортно поэтому энергия благодарности поэтому я вас сейчас призываю очень хочу вас вдохновить на вот этот вот круг силы и мужчин и женщин и хочу сказать что то что я делаю я понимаю что присутствуют люди разных религий я сама и в индии жила полтора года изучая славянскую традицию была в тибете путешествовала по азии по америке то есть видела и индейских истуканов или я не знаю как называется кумиров можно сказать индейских американских индейцев и кельтская традиция то есть своей практике я пытаюсь людям объяснить что корень 1 вы можете называть богов своими именами можно можете называть его творец он один единый творец в проявлении множества энергии вот этот множество энергий в христианстве это энергии которые имеют имена святых да там великомучеников в других народах этой энергии имеют другие имена то есть вот это вот это все есть один общий корень вот такая вот у меня миссия объяснить людям что что на самом деле мы едины и если убрать вот эти фантики которые разделяют то конфета у нас содержимое конфеты одно просто они в разных фантиках и поэтому нам кажется то что мы с вами разные дорогие мои еще раз напоминаю 21 числа буду рада вас видеть мы вечером встречаемся и уже регистрируйтесь на этот красивейший ритуал равноденствия который будет называться перерождение потому что мы с вами подводим точку отсчета и с вами сотворяем будет красивый ритуал такой процесс медитация на сотворение каждого месяца следующего 7530 лета какие у вас еще вопросы еще хочу сказать пользуясь случаем тут котик передает вам привет хочу еще сказать и пригласить четверг у нас будет я проведу открытый вебинар плоский животик для мужчин и женщин пожалуйста можно мужчины и женщины присоединяйтесь почему вот я знаете делаю акцент у меня сейчас марафон закончился недавно марафон йога для стройной талии с 18 субботы начинается еще один поток уже восьмой поток этого марафона я регулярно прям делаю эти марафоны потому что это база это больше чем стройная талия дорогие мои это больше чем просто какие-то упражнения это энергия то что то моя цель нести вам разжигать как знаете как спичечкой поджигать ваши свечечки чтобы вы потом горели то есть все что я делаю это не просто даже если это называется йога для стройной талии или это называется плоский животик меня интересует всегда смотреть в корень смотреть самую сердцевину смотреть самую глубину потому что все как бы я не назвала как бы не назывался этот ритуал там богач или изобилие или богатство и так далее то все равно это должно идти самого самого начала то есть вот практике кто у нас уже был девушки можете отозваться мне интересно узнать какие у вас результаты кто занимается кто продолжает делать практики для животика которые мы которые я вода который я давала и вот эти вот практики они являются не просто для построения а это замечательные упражнения которые помогают нам с вами раскрыть жизнь родящую энергию которую вы можете назвать кундалини если есть желание у нас то энергия жива жизнь родящей энергии моя кошечка просится на улицу наверное пора завершать эфир так что так что приглашаю вас и на марафон на марафон пока для женщин марафон для женщин так как записаться на ритуал наташа благодарю пишите в директ фейсбуке у меня есть уже созданный ивент я это все оформлю точнее мои помощницы которые мне очень благодарна мы подготовим как записаться будет ссылочка давай пишите в директ скажем так директ и прям по номеру телефона кто знает мой номер телефона и мы с вами я пришлю вам ссылочку на участие в этом мероприятии в ритуале 21 числа ну что я рада вас видеть я могла бы говорить очень много еще больше дольше я поняла что вас интересует тема древнего календаря каляды дар а также каким образом его можно использовать сейчас данное время нам спустя 300 лет после того как его точнее 321 год назад петр 1 1700 году до 300 лет назад все верно петр 1 отменил этот календарь и мы с вами потеряли как минимум 5000 лет истории нашей истории то есть это было как бы уничтожено хорошо я вас благодарю пишите в директ присоединяйтесь и помню что 20 числа у нас полнолуние его тоже это тоже большой цикл большая кто со мной будет заниматься йогой мы сделаем наверное перенесем на 20 число занятий йогой регулярные занятия йогой и во время моих занятий они уникальны тем что мы идем согласно циклам согласно энергиям новолуние полнолуние то есть мы постоянно идем живем делаем практики именно на вот эти вот то что происходит в планетарном смысле то есть йога у нас всегда идет как новое обновленное 20 полнолуние 20 вечером начала 7530 года 21 равноденствия и я вот прям все это время еще буду выходить в эфир и буду рада общаться так я посмотрю все ли вопросы единство любовь окружающей среде на все ли ответил у меня проросла пшеничка с ритуала созрела на улице можно ли использовать для себя пшеничка среду из ритуала но если пшеничка которая мы садились она ритуальная пшеница то ее для себя не используют вы можете на алтарь поставить лен но для себя мы делаем знаете как мы клуб волшебниц мы проращиваем пшеницу ее начинают как бы это ритуал когда садишь эbound первые умные сутки и вот мы делали каким образом ритуальная пшеничка посажена именно для вот целях ритуала вторая пшеничка для себя и вы не поверите то есть 2 пшеничка посажены без медитации без без ну просто просто посажена и вы не поверите то что это ритуальная пшеничка на которой мы медитировали которые мы благодарили входили в состоянии она росла она была пышнее и выше то есть вот это это прям девочки мне прислали фотографии я сама тоже так делала так вот интересно так что ритуальную пшеничку нет лучше ее для себя не использовать записаться на ритуал директ наташа благодарю за подсказки костюм какого народа вы ой костюм вот это вышиванка она западной украины есть у нас кто сейчас западной украины кто-нибудь присутствует я была и во львове в анафранковске в городе бурштыне и в колумы и и буковели было даже по-украинские трошечки размувляю викачка тебя можно слушать часами а я бы часами и говорила мне очень нравится вот это состояние потока который идет я вхожу в состояние потока и прям мне тоже очень нравится такое вы знаете быть проводником мне это нравится благодарю лена благодарю юля тоже очень приятно благодарю этот эфир я загружу в youtube обязательно и он будет сохранен здесь на wise travel на вот этой моей страничке благодарность на благодарность в огонь в огонь можно до в огонь можно пшеничку в огонь конечно же только это огонь конечно должен быть ну естественно чистым как мы понимаем то есть не то что ну вы понимаете не жечь мусор это огонь чистый огонь спасибо очень красиво наталья вы по моему да наталья со со львова очень люблю город львов очень люблю он вообще фантастический очень интересная энергетика мне нравится по моему даже может быть во львове куплено вот это вышиванка если я не ошибаюсь благодарю дорогие мои очень рада что вы были здесь со мной и всегда рада вашим лайком сердечком плюсиком очень очень неприятно все пока пока сохраняя эфир пока пока